Продолжение следует... Я хочу сказать большое спасибо Владимиру, который предоставил нам свое помещение для этой беседы. Ребята, кто будет в Апалихе О3, обязательно приходите в Лов Кафе. Здесь очень вкусно кормят. Тут замечательные напитки. А если вы будете в Апалихе О2, приходите в Ля Кафе на улице Дежнёва, дом 9. Сегодня у нас большое интервью с однозначно лучшим игроком России в ДАКС Борисом Кольцовым. Привет, Борис. Привет. Спасибо, что принял мое такое желание взять у тебя интервью. Думаю, что сейчас Россия наша расширяется в плане ДАКС и многим игрокам нашей России хотелось бы узнать побольше о лучшем игроке России. Ну что, начнем? Давай. И начнем мы с того, вообще, когда ты родился, где ты жил, да вообще, и чем ты занимался до того, как ты пришел в ДАРТС? Ну, родился я в 88-м году в городе Батуми. Тогда это было бывшее СССР. Сейчас это Грузия. Так получилось, что у меня папа с мамой познакомились и уехали в Батуми, где родился мой отец. У него никаких корней грузинских там нету, но просто жили там. Это было СССР, там Черное море, все красиво. После того, как я родился, через два года там началась война, и мы уехали как раз-таки в город, где познакомились мои родители. Это была Вологда. До какого-то момента мы жили там. Там я как раз-таки узнал игру ДАРТС. Первый раз познакомился с ней. Это какой год? Это был год, мы уехали из Батуми в 90-м году. А в 94-м, в конце, в начале 95-го, ее только-только привезли в Вологду. Я знаю, что в Москве она появилась намного раньше, там 6-7 назад. Только привезли в Вологду, да. И вот у меня отец начал заниматься еще с двумя своими друзьями. И я как-то там тоже, знаешь, как дети выходят на улицу играть в футбол, пинать мячик. Я там покидывал дротики. Но это было вот только на уровне детского какого-то увлечения. А завтра так было? Да, 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 просто покидать. Так, вот, дальше? Дальше, да, мы жили в Вологде. У нас родственники по линии отца жили в Греции. И вот как-то в году, когда в России как раз тоже начался кризис, в 2004 году мы решили всей семьей уехать в Грецию. Уехали туда, покрутились там. Чем занимались? Папа? Папа работал, мама тоже работала. Я как-то вначале играл в баскетбол, ходил в школу для того, чтобы изучать язык. И как раз-таки изучение языка сейчас на данный момент мне дало очень много знакомств в Греции. Очень много друзей у меня там есть. Есть постоянный друг, который вместе со мной ездит на европейские выезды, это Джон Майкл. Все его наверняка знают по выступлению на чемпионате. Это вы уже тогда с ним познакомились? Нет, мы познакомились после, когда я начал заниматься барцем. Но сама жизнь в Греции мне как раз-таки дала какую-то... Значит, тебе было сколько лет, когда ты приехал в Грецию? В Грецию я приехал, получается, в 16 лет. В 16 лет. И ты учился там в 10 классе или 9? Меня посадили на 2 года назад для того, чтобы я изучил язык на темах, которые я уже когда-то проходил. Чтобы это было немножко легче, да? Чтобы я не изучал что-то новое, не зная языка, а изучал что-то, повторял что-то старое уже, чтобы нарабатывалась какая-то разговорная практика. Ну, все, я так думаю, многие знают твоего отца, твоего первого тренера и что делала мама. И вообще, вот как мама относилась к тому, что ты начал заниматься дартсом? Ну, это вот потом уже. Слушай, ну мама вообще у нас, и моя жена говорит, и я говорю, прям очень такой душевный человек. Она поддерживала всех, во всех начинаниях. Что моего папу, когда он занимался спортом, потом он работал в ГАИ, потом он снова вернулся в спорт, потом он работал где-то в строительном бизнесе. И, соответственно, меня тоже она всегда поддерживала. Не было такого, так что это, что за дартс? Нет. Зачем он нужен вообще? Нет, такого никогда не было. Ну, она понимала, что это какое-то все-таки занятие, да? Изначально был баскетбол, я играл в баскетбол очень много лет. Угу. Да, мы к этому еще вернемся. Да, мы к этому еще вернемся, да? Да, и потом она понимала, что это все-таки не сидеть там где-то в подъезде с друзьями на лавочке где-то, да? Там и проводить как-то непонятно время. Это все-таки какое-то занятие. Слушай, вот такой вопрос. Значит, ты прожил сколько лет в Греции? В Греции я прожил с 2004 до 2011. Семь лет. Ну, вот ты приехал, и у тебя, ну, конечно, были, ну, какие-то сравнения с нашей, ну, с Россией, да? Вот какие два принципиальных момента, которые, вот ты приехал, и ты так осознал, да, вот в России то-то-то, в Греции то-то-то. Ну, или плохое, или хорошее, что-то. Ну, самое такое прям яркое то, что я вспоминаю сейчас вот после твоего вопроса, это, ну, получается, я жил там с 16 лет, да, до 23 своих, и получается, мое становление как мужчины, можно сказать, да, было в Греции. И до того момента, как я в Грецию приехал, у меня все как-то стерлось, и у меня была вот европейская какая-то, какая-то заточенная культура во мне уже сложившаяся, да? Какая-то отличалась от русской? Ой, слушай, я даже не знаю, как-то вот, и вот что я тебе хотел сказать по поводу, ты мне задал вопрос, какие две вещи. Я как-то приехал в магазин, работая водителем после того, как я приехал из Греции, я устроился на работу. А у вас сколько лет? Это было 23 года как раз, или сразу после того, как я приехал из Греции, да, я устроился на работу. И занимается своим боссом, там поездили по каким-то точкам, объектам, я его отвез в гостиницу и сам поехал на снятую для меня квартиру. Зашел в магазин и просто задал вопрос женщине, которая стояла за прилавком. Я сказал, она с кем-то занималась, да, в этот момент, там, что-то, какие-то вопросы решала. Я сказала, девушка, когда освободитесь, поможете мне с выбором? Она сказала, вы что, не видите, я здесь занята, и как-то у меня такой, знаешь, прям, что-то, я же сказал, после того, как вы освободитесь. Культура общения немножко меня вот убивает в наших людях, которые... Ну, вот в русских, да, 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 ну, в наших, да, мне все-таки ближе, Россия, поэтому... Вот это вот культура общения. Ну, я так понимаю, у тебя двойное гражданство, оно греческое, которое тебе позволяет дорогу в Европу очень легко преодолевать. Ну, и не только в Европу, соответственно, в Англию тоже виза. А ты, главное, служил в Греции? Да. Служил. И сколько? Я служил там 6 месяцев, полсрока. А почему пол? Там такой закон, что когда ты приезжаешь после 15 лет, как раз вот я успел в этот срок после 15 приехать, ты служишь половину срока, потому что ты там не родился, не прожил какое-то время, и там тебя берут, но берут для того, чтобы у тебя была бумажка, и как-то, знаешь, это все так быстро прошло, потому что... Знаешь, вот я тебя подвожу к такому вопросу. А потом у меня был, ну и есть мой друг, и когда-то мы вместе играли в дартс. И он выдвинул такую теорию о том, что с русским менталитетом сложно именно сильно играть, показывать высокий набор, потому что мы русские, мы зажатые, мы все вот такие в себе, у нас много проблем. А у тебя вот именно, ну ты пошел в Греции, ты таким стал свободным, что ли, в мысли. Есть ли в этом правда или нет? Ну, я тебе могу сказать единственное, что нет какого-то, знаешь, у меня нет в голове мысли какой-то о зажатости, о том, что русские играют так, а иностранцы играют так. Это все зависит от человека, это все внутреннее. Если, например, ну я бы не жил в Греции, мне кажется, что я играл точно так же, ну это опять же мое какое-то личное мнение. Может быть и так. Нет, в том и дело, то, что ты жил в Греции, тебе, вот то, что ты там стал свободным каким-то... Может быть, да, может быть, это открытость не помогает. Это дает больше, ну какой-то, знаешь, такой раскрепощенности. Вообще, во всем даже, я не беру именно ДАСА вообще по жизни. Вот потому что я просто добрее, если опять взять пример этой женщины, которая работала в магазине. Может быть, я просто добрее, а не зависит это никак от этой раскрепощенности. Может быть. Ну, ты прям кайфовал там в Греции или вам сложно было? Ну, поначалу, как всем, там сложно, да. Потом как-то уже обзаведясь знакомыми, какими-то друзьями, да, стало легче. Потом, опять же, мы из России уехали, когда там начался кризис, когда здесь начался кризис. Из Греции мы по такой же самой причине в одиннадцатом году уехали. Потому что, ну, кризис в Греции и тоже. У меня сначала уехал папа обратно, потом... Ну, в России, в Вологду. Да, да, да. Потом папа забрал маму. И я там, как бы я там ни пытался зацепиться за Грецию, сказать, что я останусь здесь. Мне здесь нравится. Ну, хотелось, хотелось. Очень хотелось, да, я искал различные... Я представляю, что ты здесь в Греции. А где ты, кстати, в Греции жил? Мы жили и в Солониках, и в Афинах, и где-то посередине в разных городах. Из Афин, Вологд, это такой контраст мощный вообще. Да, я прям, мне кажется, за вот это вот подножье Олимпа держался и сказал, нет, я не хочу, пытался найти какие-то работы там. Ну, все, я понял. Значит, ты приехал из Греции, из Чувственной Греции, где солнце, где ты купаешься в море. Ты приезжаешь в Вологду. Твои первые ощущения. Вот я в Вологде. Честно? Ты ходишь по Вологде и понимаешь, да, я куда-то попал. Честно, мне хотелось повеситься, но это, конечно же, шутка. Да, когда ты приезжаешь из солнца, моря, там, разных развлекалов, там, 8 месяцев, лето, приезжаешь в серую Вологду, где в центре города дороги с дырками, там, и чтобы проехать на машине, надо объезжать, там, выезжать на встречную полосу. Ну, как-то это прям очень сильно угнетало меня. Но потом, поживший немножко в Вологде опять, ты привыкаешь. Знаешь, человек, такое существо, которое привыкает ко всему. И у меня есть такое внутри, да, я как хамелеон, знаешь, как там, сегодня синее, я принимаю синь цвет, поэтому я быстро привыкаю к чему-то новому. Часто ездишь в Грецию? Последний раз был два года назад с женой. Ну, только отдыхать. Только отдыхать, да. Приезжаешь, играешь там в Дарс? Пересекаешься с кем-то игроками? Нет, сейчас вот есть в планах посетить Грецию и, может быть, там, один-два дня выделить из своих, там, двух недель отпуск. Ну что, давай мы, все, ты уже в Вологде. Да. Это 2011 год, тебе выходит, вот, с 8-го года, 23 год. 23 год, и ты такой, так, я хочу играть в Дарс, правильно? Соответственно, что промотивировало тебя, ну, прямо заняться Дарсом? Или ты тоже начинал кидать? Ну, ладно, покидай, покидай. Ну, глобального еще не было, в Голле. Да, ты правильно сказал, что глобального такого не было, что прям, ой, я хочу заниматься, да, играть, ездить на турниры. Висела всегда в квартире доска, что в России, что в Греции, во всех квартирах она с нами путешествовала, да, и какие-то моменты в жизни, какие-то сложные моменты, какие-то моменты, знаешь, когда ты сильно сидишь, там, думаешь, ты просто становишься и выпускаешь туда этот свой... Дротик. Да, я тоже иногда играю в Дарс. Просто бездумно такое бывает, да? А потом уже, покидав там на каком-то, там, какой-то промежуток времени, да, месяц-два я покидал, папа созвонился там со своими бывшими друзьями, мы пошли в клуб, поиграли там, я посмотрел, да, дартс, ну, не в клуб, если там танцевали и тусили, да, дартс-клуб, викинг, как раз-таки, потом вопрос будет про это, я расскажу. Ну, давай тогда сразу ответим, почему викинг, уж если мы эту тему затворим... Ну, слушай, это настолько бородатая история, мне кажется, уже все в России узнают, ну, не знаю, я не знаю. Я тебе ее тоже наверняка расскажу, ну, давай, давай я сейчас снова ее расскажу, да. Мы работаем на камеру, да, я понял. На целевую аудиторию, да, с которой находятся где-то в Сибири, и они хотят все о тебе узнать. Хорошо, вообще не вопрос. Возвращаясь, опять-таки, в 94-95 год, люди, которые начинали заниматься этим видом спорта, я все-таки называю дартс-спортом, потому что я потом расскажу, почему, был создан дартс-клуб, который изначально стал называться дартс-клуб Викинг. И в дальнейшем мы участвовали там, папа играл, я потом в дальнейшем пришел в него в 2011 году, и как-то викинг, 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 потом узнал, начал смотреть английские турниры, да, на телевизоре, там, чемпионаты мира, и смотрел, у всех там есть какие-то свои имена, вот эти вот, никнеймы, как они их называют. И как-то была майка с большим викингом на спине, думаю, а почему бы не взять себе такой никнейм. Вот оттуда все и пошло. И сразу борода так вылезла. Да, и сразу борода вылезла, и вот такой, отлично. И косы выросли, да? Да, да, да. Мы все прекрасно, опять же, повторюсь, знаем, что первым тренером у тебя был отец, он тебе, наверное, ставил технику, или как этот вообще процесс шел? Слушай, меня переместил. Или все-таки были какие-то люди, которые были азатом, так, ты что-то делаешь не то, надо сделать это? Честно, меня папа только привел в этот вид спорта, и какие-то там начальные азы в это вложил. В дальнейшем вся моя техника, вся моя бросковая техника, там, все вот эти вот становления на рубеже, мыслительный процесс, это все я сам уже делал. Ну, вообще никто тебе вообще никто не подходил? Знаешь, с кем ты играл в Вологе? Ну, в таком же не может быть, ты начинаешь вот начинающий игрок, да? Вот ты только пришел, ты такой весь зеленый еще, как бы, вот, ну, да, цыпленок, скажем так. Вот, и что, и прям никто тебе не подходил, не давал советы, там, боль, надо, все-таки, ну, ты чего, зачем ты ногой кидаешь? Потому что, ну, делал бедрокик в руку, все в облако, хорошо, да. Человек рядом стоит, правильно же все делал. Рукой кидает, а ты ногой, ну, надо что-то поменять. Люди пытались, конечно, все, каждый из старших моих товарищей, из друзей, там, отца, из людей, которые все это начинали, пытались внести в мою технику и в мою, в мой подготовительный процесс какие-то свои изменения. Ну, Коль, я, знаешь, отвечаю всегда на этот вопрос, как, если человек не может обыграть меня, то он не может мне подсказать что-то в этой игре. Значит, ты там уже всех обыгрывал. Да, я пришел, на самом деле, как... А с кем ты тренировался вообще в губе? Слушай, ну, ты наверняка знаешь, есть братья Фомичевы в городе. Конечно, прекрасно. Есть Андрей Губаев, который тоже из старой вот этой гвардии, которая все это начинала. И много-много разных фамилий. Ну, как бы, понятно, что я сразу же не обыгрывал там Рому и Вадика Фомичевых. Да, и Андрея Губарева, да, это был... То есть, какое время ты начал их обыгрывать? Ой, это было, наверное, уже... Я приехал в начале 11-го, начал этим заниматься, тренироваться. Ну, где-то уже к концу 11-го я уже был там в десятке рейтинга России. Я уже их обыгрывал, поэтому... А в 2012-м... Ну, они, наверное, уже в тот момент уходили. Нет, они до сих пор, кстати, занимаются, где-то поигрывают в Вологде, да. А ты общаешься с ними, нет? Папа общается иногда, да. Иногда, вот, например, пару лет назад, там, может быть, полтора года, Вадим Фомичев приезжал на какой-то российский турнир, мы прекрасно общались с ним. Вернемся чуть-чуть в бытовую стезю. Да. А, тебе 23 года. Да, замечательно. Чем занимался в этот момент в Вологде? Чем зарабатывал, скажем так, на жизнь? Да, я приехал из Греции, как раз-таки я тебе говорю о том, что меня там все держало, я не хотел уезжать. Отец уехал первый, за ним уехала мать, чтобы... Куськом так пошли. Да, 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 друг за другом. Чтобы настроить там какую-то жизнь, обустроить опять квартиру, которая осталась в Вологде. Мы ее не продавали, но она у нас была, мы ее сдавали просто. Потом, когда уже решился я переехать, мама приехала за мной, и мы на машине приехали из Греции в Вологду. На машине, которая сейчас стоит на улице, я на Есени тоже приехал. Работал... Это хорошая машина. Да, она ездит до сих пор. До сих пор, да. Потом, чем я занимался? Как раз-таки в фирму, в которую приехал работать отец, я там работал водителем. Водителем руководителя, водителем отца, потому что он был заместителем руководителя. Как-то вот начал с этого, да? Так, я очень много путешествовал в свое время, лет 5-6 назад, очень много ездил на машине, на турнир ездил, там тот же самый Смоленск, Минск, ездил на машине. Мы даже с тобой из нас ездили. Да-да, Минск, мы замечательно съедили. Вот ты начинаешь заниматься дартсоном, ты играешь. Я насмотрелся кучу крутых игроков на первых порах, кто тебе больше всего нравился, кто был твоим кумиром. Тогда я познакомился, на первых своих турнирах, да, я познакомился с Максом Евмененко. Нет, я беру, нет, я беру из российских игроков. Да-да-да, вот истерика. Ой, истерика, да. То есть все мы хотели быть там Барневильдом, там, вот в те... Ну, в тот момент, да, как раз-таки, когда начал смотреть все эти зарубежные турниры, на них блистали Фил Тейлор, Барневильд. Нет, это был такой особенный игрок, ты знаешь, что, блин, вот... Ну, конечно, это был Фил, это человек-легенда, который... Ну, да. В турнире, который показывали по СимТВ, там был такой Мартин Адамс, Вульф. Тоже один из, ну, скажем, любимчиков, который такой с хорошей техникой, с рассудительным броском, дяденька. Мы сейчас потихонечку будем переходить к твоим тренировкам и соревнованиям, но сначала мне хочется тебе задать вопрос, то, что сейчас ты выезжаешь на соревнования огромное количество времени, просто огромное. Как у тебя на это хватает время? Это очень сложно. Я-то знаю. Очень сложно. Подожди, ну, ты вообще работаешь сейчас? Давай начнем с того, что до, наверное, марта месяца этого года я работал, у меня была какая-то личная жизнь, потом появилась жена, ребенок. Вместе с работой, с тренировками, с поездками это было ад. Просто жесть, ты прилетал в воскресенье ночью, в понедельник, с воскресенья на понедельник в ночь, шел на работу, с четвергами на пятницу в ночь ты опять куда-то улетал. Но при этом ты приезжал и до Монки качественно играл все. Да, 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 потому что у меня это была, она и есть до сих пор. Это желание, это любовь к этой игре, я хочу играть на сцене. Ну, как ты это делаешь? Не как ты делаешь, а как ты все это успеваешь? Слушай, ну, вот как раз-таки потом уже вот в марте месяце, да, мы сели на семейном совете вместе со своей женой, с родителями, обсудили. Если ты хочешь, мне сказали, этим заниматься, и у тебя это получается, то бросай работу. Значит, супруга, она дала зеленый цвет на то, чтобы ты, я так понял, ты бросил работу, ты бросил все свои дела, и все, ты стал профессиональным игроком в дартс, потому что профессиональный игрок в дартс, он зарабатывает на этом деньги. Правильно? И, ну, конечно, самый такой из ожидаемых вопросов, да, насчет финансирования. Да, вот как это, меньше ты стал получать денег по отношению, если бы ты работал на обычной работе, как вообще эти все вот эти моменты... Слушай, это вопрос не с налоговой пришел? Все, я молчу, да, да. Есть какие-то, да. Нет, ну, конечно же, это все шутки, да, там, с налоговыми. У меня подписан контракт со спонсорскими компаниями, это компания Винмау, это компания Эльстайл, и у меня есть как бы менеджер, который тоже с ним подписан контракт, но одним из пунктов контракта там написано неразглашение данной ситуации, поэтому я по поводу денег ничего не могу сказать. Все, не можешь сказать, но, ну, а ты, ну, как бы, скажем так, я кушаю, я живой, да, я все нормально. Да, вот то, что, как бы, ты меньше стал, в карман тебе стало приходить денег по сравнению с тем, что ты зарабатывал. Да, я все же не отдаю, у меня вообще ничего нет, я голодранец. Слушай, у меня такая же ситуация в семье, значит, игроки в нас всегда дают деньги. Мне там выделяют какие-то деньги, да, там, вот поедешь на турнир, на тебе, вот сейчас я в Тверь поеду, мне там дали какие-то купили. Сразу же, пока я не забыл, да, вот, тоже вот мой такой вопрос. Стоит ситуация, поехать, тебе на чемпионат России личный, для того, менеджер решает, куда ты поедешь, или ты решаешь, куда ты поедешь? Менеджер занимается чисто турнирами профессиональной дартс-организации, это PDC, да. И, соответственно, если стоит вопрос ехать на PDC турнир или на российский турнир, то я выберу, наверное, PDC турнир, потому что там все-таки есть. Ты можешь сказать, я не хочу, я хочу поехать в Россию. Да, я могу сказать. И тебе ничего не будет по контракту? Нет. Все нормально. Но ты выберешь все равно PDC, потому что это PDC, это моя работа. И это твоя работа. Ну и, конечно же, всем очень интересно, как Борис Кольцов тренируется. Какой у него планы тренировать. И, кстати, очень интересный такой вопрос на тему именно восстановления. Вот, давай сначала с тренировок начнем, да. Вот ты встал с утра, Борис Кольцов встал с утра и начинает тренироваться. Что ты начинаешь делать? Ну, смотри, когда я раньше вставал с утра, я шел на работу. Сейчас вот на протяжении двух месяцев я пытаюсь выстроить себе какой-то график тренировок, да. Тренировка, отдых, тренировка, отдых, там какая-то готовка, еда, да. Вот как этот процесс? Ну, вот сейчас, давай вот предположим. На сегодняшний момент, если ты хочешь задать этот вопрос, то давай задаем. Да, нет, 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 на сегодняшний момент. Начнем с понедельника. Понедельник, ты встал с утра. Если я приехал домой с турнира. Потому что на этой неделе я вернулся во вторник днем. Ну, давай, давай. Если понедельник дома. И у тебя, допустим, не было соревнований в воскресенье и в субботу. Да. Я встаю вместе со своим будильником, это мой ребенок. Где-то в 8-8.30, да, это зависит от нее. Там какие-то, ну, умыться, покушать. И где-то часам к 9-30, к 10 я начинаю первую свою тренировку. Это в основном идет разминочная часть, да. Покидать в серединку, покидать, ну, в центр, в бул, да. Покидать в 60. И, может быть, сыграть какое-то из упражнений там на закрытие, либо чисто удвоение, да. Но это все идет в формате расслабленной руки. Нет такого, да, настроенной. Сосредоточенности нет на мышей. Это все для того, чтобы размять тело для начала. Вот эти первый час-полтора часа. Полтора часа, да. Час-полтора часа. В зависимости от того, как я себя чувствую в этот момент, да. Просто у меня, может быть, там, все тело забито, да. А может, я такой, оп, и два часа кину. Ну, ты играешь, ты не играешь прямо под запись, скажем так, упражнений. Ты просто кидаешь, кидаешь. Раньше это было. Это было лет пять-шесть назад. У меня были какие-то упражнения, игры. Ты мне можешь рассказать о своих рекордах? Ну, если ты сейчас не играешь, там, я говорю, там, большой раунд, сектор 20. Да, я как-то не записываю. У меня есть рекорды, там, дома сделано, это 9 дротиков в 501, 8 дротиков в крикет. Сейчас я хочу это повторить. Не, а вот в упражнениях, ну, потому что... Слушай, ну, много, было много. Молодые ребята, которые, девчонки будут смотреть, да, там, вот, Борис Кольцов. Ты набрал в большом раунде сколько, ну, три года. Ну, за 1400 было где-то 1480, 1510. Ребята, 1400. Да, были такие рекорды. Игра 27, там, доходила до 650 очков. Это игра по удвоению, ты знаешь, да? Да, да, конечно. Ну, сектор 20. Ну, сектор 20, ну, тоже где-то 1400, 1440 было у меня такое. Ну, когда ты кидаешь, там, 100, 180, 140, вот где-то постоянно у тебя есть трибула. Ну, это я сейчас не кидаю. Раньше, вот, какие-то всплески, взрывы у меня были, там, просто, ты выкидывал дротик, вот, прям, несмотря, и он попадал. Сейчас это происходит, да, но я не кидаю на запись, это все. Ты покидал полтора часа, дальше уже, ты что делаешь? Прикладной вид спорта, я прикладываю диван к своему телу. Все, да? Ну, нет, я, там, если жена на работе, она работает сейчас два дня, у меня один день сидит моя мама с ребенком, один день сижу я. Если я с ребенком, то я занимаюсь, там, играю с ребенком, там, буду укладывать ее спать, там, кормлю. Если, там, мама сидит или жена, то я, там, передохну 10 минут, посмотрю телевизор, встану, что-то подготовлю, либо схожу в магазин, как-то отвлекусь, погуляю, там, да, вот, какие-то такие отвлеченные темы от дартса. Потом прихожу опять, и опять встаю играть. Значит, ну, вот у нас был такой вопрос о прикладных видах спорта, значит, диван это самый такой... Самый классный спорт вообще. Ну, смотри, вот ты все вот размялся, и ты начинаешь уже так серьезно, осознанно тренироваться, что ты делаешь, что ты играешь. Серьезно я начинаю играть по даблам, у меня есть своя личная игра, ну, не личная, а... Ну, в одном и том же месте, 0, соответственно, единица ничего не дает. Если вы попадаете 2 раза, переходите на сектор 2. Если попадаете 3 раза, вдвоение, единицы, то в 1 подход. Да, в 1 подход, 3 дротика дается. 3 раза попали, переходите на сектор 2, и у вас есть экстра-жизнь. Что дает экстра-жизнь? Если в сектор 2 вы попадаете 1 раз, вы остаетесь на секторе 2. если вы попадаете 0 ну соответственно во всех секторах далее которые будут ноль раз это движение назад одну движение не так что ты сразу сгорел до единицы одно движение назад но если у тебя есть экстра жизнь вот это экстрала и да и ты ни разу не попадаешь ты ты остаешься еще один раз на этом же секторе и у тебя ноль жизни ты сам придумал эту игру мы как-то вместе с ребятами из испании из греции как-то на тренировках поиграли интересы приседания поседания да и вот как-то придумали и мне эта игра заходит хотя раньше у меня для этого времени не было я вот сейчас как раз таки когда выделяю больше времени для тренировок просто эта игра может занять очень много времени первый раз я в нее сыграл за 35 минут во второй раз на второй день я и вообще не прошел через два с половиной месяца и соответственно на юла да правильно и два раза в гул надо попасть и 2 раза в гул если один ты остаешься 20 закончил ну 0 соответственно ты опять на сна и веришься как тренируешь утроение да я просто кидаю в 60 и все соответственно да если ты чувствуешь 60 какой процент соотношения тренировки в габбал и тренировки утроения ненавижу тренировать даббл вообще просто поэтому но и результаты в дабблах наверняка ну все равно какой процент соотношения раньше был процент где-то 10 на 90 10 даблы так мало но 90 были три года потому что времени было мало мне было интересно набирать и и как тогда попадать в трибу они меньше и в них интереснее попасть как-то каким весом играл какой формой я пришел в дартс но мы не берем там 94 95 года когда у всех были там латунные кто-то там кто играл вольфрамом королем да когда я уже в 2011 году пришел у меня были дротики хороус магнум 97 процентов которые мне достались от отца он их когда-то выиграл у кого-то они лежали один из этих дротиков был кстати сломан в греции пополам прям баррель сломался пополам этот дротик до сих пор находится у александра афонина магазине хэрус чтобы показать ему какие хорошие дротики выделать шутка нет хэрус прикольные дротики я после этих дротиков когда уже начал серьезно заниматься да и сказал что я не могу играть этим сломанным дротиком то мне как-то его там сделали там до ставили штифт заклеили этом он играл дома но уже выходя на какие-то турниры и тренировки нормальные мне пришлось поехать к саше в москву и купить себе опять же хэрус атлантис это одна и та же форма карандаш тебя принципе все вот это все да я к этому и иду что у меня все дротики изначально с 21 грамма начинали 46 миллиметров длина барреля 6 и 3 толщина это все параметры которые мне нужны во время домашних тренировок ты меняешь дротики без дротиков вот и взял одни дротики ты кидаешь задумался о том чтобы ну там меня как-то что-то нет вот еще если все идет хорошо зачем что-то менять и ну знаешь вот то же самое пробовал баррель орешки но я уж молчу про прянух и на которой она не надо хирает как разными тремя дротиками играет это давно это было ехте до этого троения торговые завтра когда есть такое у него вот но замечательно но теперь у вас про восстановление допустим ты приехал серьезных соревнований на там каких-то там 50 где-то был там не пять вот ты приехал вот ты проснулся на следующий день что ты делаешь слушай но если я приехал до серьезных каких-то турниров я полностью убит там все мышцы болят то то есть российский коньера болезнь давно и конечно когда ты там челлендж тур и те же самые субботу-воскресенье ты за два дня играешь 30 часов там 28 часов то даже у меня который сейчас тренируется по пять шесть часов в день что-то болит многие руки мышцы которые задействованы в броске да и зачем себя насиловать я просто не встаю в этот день прикладные виды спорта сайте у меня знаешь такой еще вот вопрос у тебя конечно множестве медалей по дарцу есть какие-то достижения других видов спорта я знаю ты занимался бастетболом в греции на долгое время там какие-то есть достижения нет таких как-то запоминающихся нам вообще мог остаться в баскетболе но вот на профессиональном именно уровне нет у меня в начале своей карьеры были травм которые в дальнейшем не дали мне заниматься более серьезно да я играл на каком-то уровне там был хороший уровень но идти дальше мне это не позволяло поэтому я конечном итоге остановился здоровый становился баскетболом сразу до всем это но я так понимаю баскетбол ну что ты тебе дал в том чтобы просу и ты же получается да у тебя же есть средний бросок трехочковый бросок расчет траекторий мяч тротик конечно разные вещи но все-таки ты понимаешь траекторию полета у тебя вот этот автоматизм когда ты вот все вот автоматизм броска когда он появился ну изначально у меня была техника остайтесь с папой очень похожи доски на но это все баскетбол уже тоже много лет играл и тренировал это то бросок баскетбольный да просто ты чуть-чуть кисть поворачиваешь параллельно доски ставишь автоматизм пришел я изначально кидал и я даже могу показать у меня была техника я дротик брал кончиками пальцев получается да и в момент когда ты берешь второй дротик у тебя не всегда попадает кончик так как тебе надо да и в дальнейшем было принято решение уже на тренировках до 30 принял до переложить с кончика пальца дротик в между между первой и второй фалангой чтобы была какая-то фиксация ты его туда попал поставил средний палец на иголку большой палец посередине фаланги у тебя идет уже стабильный захват дротика ты рукой попадаешь момент у тебя появился а когда это когда произошло это где-то был год наверно 13 14 как раз после этого сразу же пошли результаты прямо в гору опять вот как у тебя идет процесс настраивания на игру вот как ты знаешь так ты наоборот и становишься каким-то злым и ты становишься наоборот добрым вот как вот этот идет на шагер знает то что допустим какие-нибудь борцы они сидят и накручивают тебе уши такие вот и правильно сказал что спортивная злость она более наверное виды спорта которые вот борьба бокс да я не понимаю вообще как можно в дартс принимать такое понятие как спортивная злость как можно злым играть и посмотри на вот это зачем прайс почему он такой он пришел из такого вида спорта где надо там ломать людей там рвать до чтобы забрать этот мяч я тоже играл баскетбол нас была там спортивная злость да но дартс это более такой вид спорта где нужно быть сконцентрированным какой-то внутренний настрой тебе помогает в этом чтобы у тебя был спокойный бросок чтобы рука нигде не зажималась да потому что газа злой ты можешь где-то перетянуть пережать и уже не сможешь выпустить дротик да не не кинуть его как тебе нужно а когда ты спокоен ты настроен у тебя и рука работает спокойно вот она как работаешь над дыханием вообще что происходит у тебя во время ну вот внутренние твое состояние во время игры я пытаюсь вообще не думать об игре я пытаюсь может быть какие-то там песни которые недавно услышал знаешь которые зашли в голову там едешь там на машине там на такси или на шаттле там до места проведения да какая-то песня проиграл и ты его раз начинаешь прокручивать соответственно целый день ты на этой песне допустим какие песни допустим ты выиграл чемпионат россии какая песня у тебя на чемпионате россии звучало в голове блин мы с лёхой пилипенко слушали какую-то песню целый вечер в субботу нет в целый вечер в пятницу да и она блин я не помню честно у нас я помню единственное в чем с чего это все началось вот это вот заход каких-то песни у нас была поездка с лёшей кадочников в 2013 году и мы играли на кубке финляндии парный разряд и играли смотрел да как раз у нас перед этим турниром парным там и гуфа вышел новый альбом да и у него была песня и песня называлась письмо письмо домой как раз с этой песни мы с лёшей каждый раз слушали выходили из зала настраивались шли и выигрывали и минус был в том что финал перенесли на следующий день мы как-то об этом забыли и не послушали вышли и проиграли и я помню то же самое мы делали когда были на европе да вы не мы вчетвером приходили скашу любезно значит во время игры ты стоишь расслабляешься и в голове у тебя вот какая-то думаешь о цветущих садах сакуры и смотришь как твой дротик попадает 60 60 это уже 180 он тоже задали вопросик сделаешь 160 стоит 167 167 167 я конечно постараюсь это сделать для тебя на турнире но давать для начала я закрою стандартные девять ротиков для себя 180 180 141 будешь играть 60 57 24 каличи сорока там вот у меня зайдет да у тебя по разному тебя нету такого дома я последнее время очень часто мажу 57 и в какой-то момент знаешь у меня что-то переклинило я думаю да я брошу 45 45 36 закрыл потом раз ты чувствуешь что ты в третьем подходом первым 60 не попадешь я попадаю 51 54 36 ну там как 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 сам ты будешь чувствовать тот момент ты же понимаешь сам да что у тебя есть там разные закрытия в игре даже когда последний бросок там 92 я прям чувствую что еще 60 попаду и попадают а а бывает такое у тебя допустим ты подходишь у тебя 141 допустим и такой 60 и в голове надо кинуть 45 но кидаешь 57 не попадаешь и себе я хотел зачем я кинул 57 такой часто бывает 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 и стоишь за соперником уже даже не только 40 141 до 1 до 1 числа города ты стоишь и думаешь да у меня осталось 92 у соперника там ну закрытие но большой там это уверен что этот соперник не закроет его ты такой 6032 нормальное закрытие подошел закрыл подходишь кидаешь 25 попадаешь вот так вот в пятерку такое бывает да и потом сам такой блин ты же хотел 60 кидать куда ты кидаешь но 9 дротиков охота на телевизоре сделать а сколько раз играл 9 дротиков хвастаться там какие я закрывал я закрывал не один раз закрывал всегда одни были комбинации разные разные ну и 180 177 171 разные комбинации до самые такие несколько раз на турнире были как раз где-то мы были я хотел не сделала на камеру я буду первым кто сделает на камеру россии тоже задают почему ты много вопросов вроде ты только начал профессиональную карьеру да уже когда ты закончишь играть да вот эти всякие такие моменты да не доживете вы ребят многие многие не доживут до этого ну да мне кажется что это какая-то зависимость может у людей которые пишут об этом и спрашивают из-за того что ну ты правильно сказал да я сейчас доминирую россии это не то что я там пытаюсь как-то себя поставить да я там крутой я просто тренируюсь ребят занимаюсь этим у меня получается если кто-то сможет также делать он будет со мной соперничать и будет тоже выигрывать и тогда будет у него спрашивать когда закончишь почему лёши кадочникова у рома не спрашивает когда они закончат ну все хотят чтобы все хотят я не планирую что что мотивирует потому что понимаешься но вот что ты хотел хотел мотивировать самый главный этот момент все-таки это мотивация что самый главный мотивирующий момент сейчас для тебя слушай мне очень по кайфу играть на сцене выигрывать вообще я человек такой который мне нравится выигрывать но бывает такое что ты вот приехал на соревнования и ты так ё-моё ну не хочу играть бывает как так сказать как все перелом часто и вот эти вот поездки 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 ты какой-то момент приезжаешь не такой опять играть психология психологически проходит это быстро все да потом себя пару раз по лицу бежишь ты просто выходишь опять и играешь это один и тот же настрой выйти победить выйти выиграть показать свою лучшую игру и после первой же игры у тебя сразу эти все мысли уходят опять из головы и ты опять играешь и на странице допустим я знаю то же самое когда нас добромыслова в первый раз уехала жить за границу на мотивирующий фактор был если я сейчас не выиграю турнир я не заработаю сен и еду вот это вообще мотивации очень классно у тебя я так думаю то что с этим проблем нету потому что все деньги у жены она кормит она меня накормит да это очень хорошо когда жена тебе во всем тебя поддерживает ну мотивация у меня сейчас одна это моя работа заработать денег домой до ребенка как-то своего там покормить купить памперсы да нет все равно это есть какая-то знаешь настрой на игру играть постоянно хочется хочется доказывать я хочу играть на мировом уровне я хочу играть на сцене кофе у меня это очень много много это очень рада и это та мечта которая я иду играть там играйте показывает результат может такой быть то что ты сыграешь 9 дротиков и все не там агане что я еще мысли любой хороший результат мне еще больше подстегивает еще лучше сыграть нет такого что значит ты сыграл там ты выиграл чемпионат россии да и ты такой типа ну этот турнир я выиграл тем не больше мне он не интересен я выиграл в том году я выиграл в этом году и не было такого знать о я приеду я там опять выиграл и чего это не дало нет это очередной старт на котором ты играешь играешь живым человеком игра живым человеком очень помогает когда ты играешь с компьютером это играешь по скайпу вот в этой камне как она я забыл называется у него есть играли есть игра да с камерами но человеком там из австралии ты можешь играть и там даже турнир есть или лишь власть проходит дмитрий масленников играет очень часто демоконниров до выкладывает фотки нет я таким ну я не то что не занимаюсь у меня просто нет времени на это у меня есть тренировки в тренировках я играю с компьютером 01 на айфоне и как раз таки это мне помогает это реклама это помогает мне выдержать вот этот вот перерыв между своими бросками знаешь ты ставишь ты играешь компьютером он как бы тоже кидает раз-два-три появляется три числа как раз я жду этот момент до 1 2 3 там представил для себя примерно сколько идет человек туда-обратно опять стал начинаешь кидать это как-то даст своя тоже придумка какая-то дать мне тоже так интересный для меня момент ты приехал на соревнования международные и там допустим там лобаналовская ты на каком языке с ним разговариваешь разма лобанал если человек разговаривает на русском конечно же я буду с ним на русском на русском на ты не будешь по английски ну ты вот ты сейчас твои поездки вообще не потянулись на английский но очень сильно на самом деле сейчас общаюсь с людьми и я всякий вообще без всякой проблем нет все равно есть какие-то проблемы да мне уже не там 16 лет когда я приехал в грецию и выучил греческий за три месяца да это все равно сейчас сложнее но все таки за вот эти полтора года моих перри переездов перелетов я я считаю что я на стандартную там стабильную троечку я общаюсь понимаю говорю меня понимали поэтому мне сейчас этого достаточно но все равно я пытаюсь двигаться как-то еще вперед тоже вот тоже такой момент кого ты считаешь однозначно то лучше вот кто сейчас самый ближе к тебе как ты думаешь но если вы активны еще что да если бы брать из тех людей с которыми я играю может быть я кого-то не знаю может у нас там за тысячу километров от москвы живет какой-то талант который каждый день играет там два раза по девять ротиков из тех кого я знаю я могу выделить там лёшу каточникова ну с кем я поеду как раз таки на ток мира да лёша сейчас в этом году я считаю что в хорошей форме мы посмотрим что мы покажем вместе об этом еще поговорить да ну рома обухов опять же но рома он такой игрок он может сегодня сыграть просто изумительно да там вынести тебя как это получилось на зверских играх в том году он выгнал меня из основного турнира просто шикарной игрой да я упал вниз прошел до финала и два раза в обыграл финале и нету пока стабильности у наших игроков я пока вот выделю двух игроков рому и лёшу саша орешкин если если бы он ездил на турнире я одессе мне кажется что он бы тоже в топе какие русские турниры три русских турнира которые зашли для тебя прям тебе понравилось ты прям кайфанул на них не берем который понятно я как раз вот именно хотел сказать тебе да если мы берем русские турниры российской федерации до россии не надо если российская федерация дарцита два года подряд просто очумительный турнир в питере проводят ребята не знали как раз оттаня его жена новикова но саша азерицкий да там большая команда большая там там большая компания до которая сделала просто шикарнейший турнир все по времени ну ты сам там был то все видно да там написано 1200 на доске начинается игра поэтому это уже заказ под европейские турниры да мы и должны стремиться это два турнира третий турнир я наверно могу назвать пенза заречный шикарный турнир сделаны для там такой более домашний знаешь что у них там такая атмосфера лайвай друг друга знаю да никаких напрягов там нет каких-то временных ограничений через полчаса пришел то сыграли у тебя кстати тоже такой голос на поэтому такой турнир и знаешь какая тебе форма турнир больше нравится олимпийской системы или все-таки групповая или финка тут все зависит от уровня турнира и его количество участников до если участников 32 и ты должен играть первую игру и до четырех побед у нас в россии все играется до четырех побед на начальных стадиях четыре победы в дартс ты сам прекрасно понимаешь что это лотерея ты можешь проиграть вообще любому человеку не успев разогреться и поэтому на российских турнирах наверное я бы предпочел все-таки либо финскую систему чтобы у тебя была был какой-то второй шанс либо групповой этап где ты смог бы размяться уже тогда чтобы ты вышел в основную сетку там до четырех побед сыграл там несколько и в принципе все равно как бы чай играть но не на есть они то что все равно не бывают спады какие-то не но мне вот личность начал группу да потому что ему размяться спокойно войти в игру да кому-то там может быть проиграть там остальные выиграть и выйти да для меня все-таки более такой близкий формат это группы или вот идет сначала на первое место группу потом идет финка потом уже олимпийка как-то так еще тоже такой момент турнир который производит игорь перебить его знаешь почему поэтому у нас хардрохи две группы идет сначала одна группа за вторая мне нравится группа а вот у игоря засох вот тоже вот такой небольшое ответвление могут одновременно играть и мужчины и женщины да пожалуйста причем как где-то в китае да там потом девочка добралась в том году ты будешь давать форум допустим следующий раз ну чтоб не было интересно будешь давать форум вот если ты там серийный колесовый встретишься там кононовый сушен все зависит от турнира не но вот это и не висит и вообще как ты относишься к тому то что если будут играть мужчины и женщины в одном турнире им давать форум это же турнир мужской получается это отбор на чемпионат мира и начинаете мира же в основном не в основном так 99 и 9 процентов это мужчина и поэтому девочки же сами заведомо понимают куда они идут и поэтому на общих основаниях суши и такой еще момент что объективно уровень и кривой россии он намного ниже по сравнению ты знаешь что что это человек очень слабый набор ты также на него настраиваешься как на более серьезного игрока как границы или все-таки ты себе даешь вот эту больность которая кстати часто приводит спортсменов отрицательному результат у меня были такие моменты когда я допускал такие ошибки что я не недооценивал какого-то своего соперника когда был последний раз ну мы фамилии говорим да когда был последний это было наверно года а когда ты выиграл чемпионат россии а значит ты вроде меня нет нет я не тебе проиграл там я проиграл а все первый круг да недооценив соперника не размявшись и вышел как-то так на это был николай николаевич ты играл до 2014 год много проиграл поэтому не стал чемпионом россии если все улетели за ну кроме тебя и антона кольца и поэтому да с того времени проскальзывает все равно у меня такие моменты не знаю кстати бороться что говоришь о том что ну да да ты все понимаешь там сыграл два лага знаешь не такой типа все понятно потом получаешь один лайк и снова такой нет надо добивать и собираю конечно да есть какие-то знаешь оплеухи шлипки которые тебя возвращают к жизни начинаешь опять играть так что-то прошло недавно надо добивать как сводик швак на сцене получилось за 2 3 0 повел но я как не расслаблялся никак там с ним не думал о том что вот там я знаю что он сильный да он там со но и на отборе на чем от мира вел 35 я это можно назвать мастерством это можно назвать опытом до что я выиграл ту игру а сейчас получилось так что он прибавил я играл на том же уровне немножко прибавил мне пришлось прибавлять еще больше соответственно победа 63 твои самые самые знаешь такие запоминающиеся победы даже вы знаешь не турнир а вот даже одна игра который вот у тебя у меня-то это понятно я играл кого-то даже не считают россии там финал здесь игра которую моем сердце осталось финский финский флаг что у тебя что у тебя какая победа вот прям сейчас выделить какую-то победу нельзя да у меня есть парочка наверно турниров которые я выиграл мне от этого очень приятно дает ты сам прекрасно знаешь что я очень долгое время не мог выиграть чемпионат россии выиграл все абсолютно турниры в россии кроме этого турниру в том году я выиграл первый раз но это как-то меня прям еще больше выпустила и сказал ну все теперь россия все выиграл в этом году я выиграл свой первый 50 турнир может быть это как бы не первой категории там не топ класса первая категория да как есть премьер лига и первая лига турнир первой лиги но все-таки это турнир 50 в этом году вы на это самые такие не то что этом году это чемпионат россии в этом году это 50 турнир хоть он и другой категории но все-таки это 50 победу а вот то что ты выиграл финиш опен ты два года подряд до зарубежной турнира не вот это победа до суши как-то забыл нас когда-то было и было два года подряд а вот за это обидное поражение это вот наверно да вот это когда-то прыгал не само обидно было в финале чемпионата россии два раза и проигрывал один раз саша орешкина второй раз у меня набухал вот это самое самое обидное да когда ты уже понимаешь что ты вот финал вот игра ты хорошем уровне книг на хорошем уровне подошел к этой игре и как-то прям раз и все тебя прям как раз таки тот момент когда тебя опускаются руки и ты думаешь что дальше делать приезжаешь домой берешь достаешь ротики суммы начинаешь кидать давайте немножко поговорим про электронный дартс на тем более скоро тебе ехать в италию как у тебя с этим идет подготовка как ты ты вешаешь дома мишень ты переходишь на легкие дротики расскажи пожалуйста вообще электронный дартс от классического дартс начнем с этого они очень сильно отличаются да нельзя использовать дротики больше 20 грамм в суммарном весе да это значит баррель уже должен быть меньше 20 даже там бывают моменты когда тебе нужно 18 брать потому что у тебя все твои приспособления остальные весят много это первое наверное различие второе различие что дротики которые выпадают из мишени тоже считаются и бывают такие моменты когда прям тебя бесит это что соперник у соперника вроде выпало два дротика у него там 140 листом чуть-чуть да нужно поменять вот этот вот вопрос своей голове и как-то пропускать эти моменты да и то что дротики болтаются у нас многие играют такими иголками на классическом дат за это вам восемьдесят иголки с как они называются плане плавающий 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 это было powerpoint направо которая двигалась вперед-назад а это игла именно как пластиковая но она железная на все я понял соответственно вот разница меня немножко первые наверно несколько игры тренировать час будет турнир вот так и тренируюсь ты как даже дома не переходишь на электронные дротики вообще у меня просто за два дня до начала италии будет кубок мира в германии и соответственно мне сейчас менять классику на электронику и делать какие-то травмы между ними даст не даю шанса вообще шансов перейти куда-то есть ли у тебя какие-то ритуалы при приметы перед соревнованиями были такие вещи на все ские любимые трусы любимые вещи какие-то как в которых я ехал на турнир сейчас это все с количеством тренировок да у тебя появляется какой-то новый уровень и ты об этом забываешь и ты не рассчитываешь ничего не делаешь помощь какую-то с вне просто доделаешь свою работу приехал какой-нибудь человек откуда-нибудь он хочет потренироваться борисом кольцовом сколько это будет стоить слушай но я думаю вот здесь сейчас вадим выведет мою электрон и мы с каждым отдельно обсудим вопросы ну ты готов почему нет я сейчас полностью свободен на неделе там со вторника по четверг у меня есть три дня есть какие-то сутки воскресенье с например на сколько будет брать но чтоб люди как взяли и хлынули да слушай я сейчас может быть кому-то скажу кому-то понравится и он скажет учу так мало то скажу не фигачили так много поэтому с каждым надо как-то обсуждать это сколько он хочет тренироваться сколько он готов для этого выделить мы же лояльные люди мы же можем пойти навстречу видишь человек плохо 1 5 . пришел так бабе то есть 10 тысяч все понятно кстати не знаю что у тебя есть определенное количество на теле татуировок на и которые связаны с дарцем да ты можешь поведать о них истории почему ты их сделал или это личное ну это во первых личная да и каждая татуировка правильно сказал несет какой-то внутренний смысл и рассказывать об этом ну я не хотел бы это все дальше делать еще татуировки если придет какое-то вдохновение почему бы нет ну ты без проблем но я тело готова для розыска и тело до родителей очень сильно меня осуждают за это не нравится но это же все таки как-то моя жизнь я сам готов за нее ты не на некоторые спортсмены они рассказывают с удовольствием если нет у меня есть татуировка викинга на правой руке на бросковой да это было сделано татуировка для себя тоже ну как викинг викинг да есть там с левой стороны была татуировка сделанная с куском мишени да там тринадцатый шестой сектор вместе давайте попадает мимо и была фраза но удавал на умами да это фраза в дальнейшем была зачеркнута на и сверху сделана еще одна татуировка уже есть дабыл есть магия нет это пошло сюда а нарисовано другой там японский стиль и ревентальная татуировка а ты проси и переделывали ты стерзает нет я забил сверху я в этом не разбираюсь как вообще в будущем есть там желание сделать как написать книгу автобиографию может быть думал вообще об этом слушая есть у нас книга написано рома обухов да я всем советую если кто-то начинающий хочет почитать ты читала я ее пролистал какие-то моменты посмотрел да мне в принципе ну как человеку который уже этим занимается она что-то нового не дала но там есть очень много моментов которые бы либо помогли либо понравились были бы внесли какие-то изменения в процесс нам подготовку какую-то да по поводу автобиографии мне кажется что я еще не настолько сильно там чего-то добился прям каких-то успехов чтобы мне писать автобиографию я думаю в дальнейшем почему мне если все поделись если кто-то возьмется за это да я полностью готов помочь этому человеку ну своим временем вниманием мы знаем то что чемпионы мира все там филы тэйлора у них есть парень которыми они тренируются здесь может быть у тебя желание найти кого-нибудь и с ним бесплатно тренироваться и спарринговать но опять же все убирается во временной ресурс да мы живем в москве это все очень большие расстояния если я найду кого-то может быть хим когда человека который будет играть показывать какие-то результаты почему бы и нет я поиграю с таким человеком да может быть именно такой момент что ты подскажешь фил тэйлор тут-то фил тэйлор он же тренировался с льюисом да что ты ему там раз как варианты с майкла смита готовят все есть такие моменты да я почему бы нет я не скажу нет этому человеку я всегда готов помочь я всегда всем готов помочь просто некоторые люди думают что я какой-то там знаешь зазнавшийся парень и чувак за чего я обычный простой человек такой же как все мы просто немного играю хорошо переехать за границу и жить там потому что там легче там да были да да как ты думаешь реализуешь это я планирую это в ближайшем будущем это все будет зависеть от того как я буду дальше играть если у меня не будет каких-то знаешь продвижений там выше-выше-выше по рейдингу то нет смысла этого делать просто ехать куда-то чтобы раздвоить свою семью до на две части мы будем где-то родители мои родители жены будет где-то ну а куда хотел бы приехать ну вообще самое идеальное место для проживания это англия но опять же там погодные условия знаешь они не очень такие-то как санкт-петербург наш там постоянно дождь солнце как надо холодно до 2 по место которое ближе это голландия наверно из голландии просто каждые там 45 раз в день летает самолет в англию лететь туда-то в час-два не собрать германию я так думал то что сейчас там шикарно развивается дорого по сравнению с той же самой ну зависимость все зависит от города все зависит от местоположения да там ну если ты думал я думал это я же обсуждалась у нас семейном совете конечно там уже но это обсуждали едешь туда ты будешь в россии едет на чемпионат россии если у меня будет время да ну как или как насти добромысла на принципе последний разбор там какие-то еще до 17 на нет не 17 на 16 ой я уж не пони в пятнадцатом году она наверно была ты проиграл она была там я не помню да я помню когда первый раз участвую на чемпионате россии на то точно было там познакомились сейчас очень хорошо и близко общаемся переписываемся у нас нормальное общение знаешь вот хочется поговорить насчет развития дастся в нашей стране ты вышел на этот уровень почему вот как ты думаешь три причины почему русский дартс по своему качеству игры не может выйти на новый уровень россия три причины можешь назвать что мы первая причина наверно это потому что мы очень далеко находимся от всего мира да сейчас который развивается и путешествие туда так часто какие же я никто из нас не ездит а мы может быть выезжаем там раз два три раза в год куда-то любимое это отсутствие игровой практики с сильными соперниками европа до англия все вот эти второй причиной я бы назвал наверно финансирование потому что у нас есть очень много детей которые дают какой-то свет в конце тоннеля и этот свет гаснет когда детям исполняется 18 лет вспомни мишу курицыну он очень сильно играет очень сильная игроком сильнее играл раньше для его возили сейчас он ездит сам за свой счет там работает опять же видишь работа 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 какие-то семейные дела и тоже люди работают причем до сих пор там слушай когда тебе нужно для того чтобы приехать на турнир 50 фунтов сесть на метро там или на электричку доехать на турнир или тебе нужно полторы тысячи фунтов чтобы поехать на турнир пожить там неделю и вот вот я участвовал за свой счет первый киску вот это вот школа которая проходит для отбора профессионально до скопаться получаешь карту и ты два года играешь там сейчас есть эта карта нет нет и я участвую это что раз мы получили карты да и соответственно я первый раз когда поехал туда только 450 фунтов стоит участие плюс перелет плюс там раз уже место покушать пожить у меня это все вылилось в сто двадцать тысяч рублей недельная поездка по доброму вторая причина а третья причина и я наверно да не знаю все упирается в отсутствие игровой практики в отсутствие спонсоров все остальное может прийти вот как это все пришло мне у меня просто появился человек который начал меня возьми возить и урон сразу же пошел вверх вопрос тебе из далекой волокна когда ты снова будешь играть за балагонскую область даже если вологодская область предложит очень много денег то я уволюсь новгородской хотя не там потом две недели отрабатывает надо по мне не вернусь в логу короче не нет таких планов меня все устраивает я не такой человек который будет переобваться там несколько раз да была ситуация с вологодской областью пришлось резко поменять поменял бежать города все все нравится вас очень интересная сборная этой новгородской области игрока или кто вас будет пятый у нас будет ну либо кора волохин будет с новгородской области ну либо либо витя будет к дыгрс не знаю как они меня вроде как вписывают в основной состав там не знаю создатель группы типичный дартсмен спрашивает вообще как тебе эта группа вообще знаешь о такой группе кто вообще рекомендовать их и каракте по вещей вроде он из перми и создал группу где такие всякие мемы выкладывает в интернет знаешь это вообще об этой группе что не происходит вообще нет я 2000 14 15 году удалился с контакта а почему да как-то очень много времени знаешь там instagram facebook контакт всякого этого дайда дартс форумы которые даются очень много времени я всем советую уходить из этих всех групп переписок вот этих в интернете которые люди пишут такие вот там письма вот это время которое вы тратите на написание вот этих постов картина каких-то непонятно спасибо за то что он делает она все остальные ребята идите тренируйтесь и не потом не будет вопросов когда ты закончишь карьеру и мы хотим что-то выиграть тренируйтесь очень такое цельное пожелание особенно нашим нынешним детям которые которые как зомби вот сидят в телефоне у меня тоже есть такая слабость до меня жена за это постоянно ругает обязательно это вставь она это увидит она постоянно за это ругает на есть хобби хода какое-то такое отличенное что-то слушай да у меня есть хобби есть охота рыбалка я просто так давно не появлялся уже за меня там забыли очень люблю готовить нравится у меня очень много разных книг по готовке есть свои личные какие-то задумки выдумки там знаешь мое любимое блюдо это мясо любых его вариациях вообще какой-то говядина свинина вообще все мясо я люблю мясо это мое самое любимое блюдо потом идут морепродукты мясо в основном как я делаю я делаю либо куском цельным в духовке запекаю его и потом уже нарезаю кусочками там ем с разными гарнирами значит супруга у тебя не готовят супруга у меня полностью осуществлена от этого занятия и поэтому ей очень нравится и ей нравится как я готовлю и она что-то просит приготовить это готовлю и поэтому я считаю что ее все устраивает это это очень хорошо когда супруга все устраивает и на самом деле задам тебе сейчас каверный вопрос очень часто не прошу даст это спорт что ты этим людям скажешь в ответ мы возвращаемся к тому что я вначале говорил что датс это спорт я потом тебе расскажу почему датс это спорт есть турниры которые проводятся и ты на ногах проводишь с 8 утра до 10 вечера до 12 вечера ночи да и ты на ногах получается там по 16 часов по 14 по 12 часов до и ты постоянно ходишь и где-то пошел поиграл ты находишься постоянно в какой-то ты разминаешься играешь разминаешься играешь когда выиграл свой первый 50 турнир начали играть два турнира 8 часов утра финал второго турнира играл 12 ночи и я думаю что если это не спорт то тогда ребят извините что это такое что это все мы достаточно тем людям которые говорят что это не из под прийти со мной на один турнир и просто за мной выходить и все и все это будет достаточно тени надеюсь мы ответили лице бориса кольцова на все вопросы об этом спорте у тебя есть греческое гражданство на игру конечно сразу напрашиваясь вопрос у тебя есть друг джон майкл да было ли официальное предложение от греческой федерации за тему того чтобы перейти играете за их страну смотри официального предложения от греческой федерации не было так как греческая федерация она в основном заточена под бдро будет британскую дать организацию ветки на профессиональную организацию них нету как таковой и там заправляет как раз таки джон майкл именно педиси да он общается с этими людьми из педиси вон там ездит он берет себе какого-то напарника то педиси ему дает какого-то напарника да и под конкретного человека поступало предложение неоднократно и до сих пор поступает в этом году поступало давай переходи давай приходи да потому что он он видит во мне потенциального на бабаха потому что да я сильный игрок он сильный игрок у нас с ним есть какой-то коннект в плане общения дружеского да мы с ним живем постоянно в одном номере потому что у нас один и тот же менеджер и у нас вот это вот община один менеджер да и мы в каком-то вот общение да и у доски когда играем у нас есть вот эта связь но я тебе повторюсь к вопросу о том когда я перейду воду я не сторонник переобуваться если меня все устраивает то я буду делать то что меня устраивать я не привык выходить из зоны комфорта если это вынужденная ситуация да я переобуюсь и уйду но это получилось один раз да я больше не намерен это делать классно я в лице русских игроков говорю на наоборот классно у нас есть сидел и смотрел хочется поговорить насчет твоей семьи такой был вопрос откуда пошел твой род вообще интересовался ты корнями честно нет не было такого чтобы как-то копнуть поглубже там истории узнать да вот недавно 9 мая был парад же делают бессмертный полк и моему папе прислали фотографию моего получается прадеда он был в городе батуми начальником военкомата подполковник я его увидел на фотографии очень похож на моего деда но как-то вот копнуть свою историю вот да чтобы дальше своего дедушки там отца моего отца не было да вот я сейчас увидел вот эту фотографию да вот куда-то меня может это заведет вот вопрос вот этот вот да про огонь может быть у меня будет какое-то свободное время до вдохновение придет и мы с моей супругой которая тоже хочет какие-то свои корни поднять да мы как-то восстановим древо может объявила земельная семья чем бы нет да это очень интересно ты познакомился ксюша правильный сюжет завода так у меня наверно был первый вопрос так давно хотела ли ты чтобы она тоже начала заниматься дата потому что скажем так по своей физическим я думаю игроков датс ну были такие разговоры у нас были изначально да такие разговоры она даже как-то пробовала кидать дротики в доску несколько раз попадал в тебя я уворачивался потом она сказала такую фразу что нам достаточно одного датсмена в семье и поэтому я буду как-то рядом но вообще ну как она вот вопрос шестого этажа до внутри как вообще она относится вот честно вот честно честно как она процентов на 80 она поддерживает меня поддерживать моменты когда ты приходишь они так все бросай свою ерунду когда я приезжаю если девочки кидают после недельного отсутствия да у нее есть такие законы о том что вот тебя как долго не было но потом мы все-таки сидим обсуждаем и она понимает что для меня сейчас стоит на втором месте после синих ну конечно себя всегда должна стоять на первом месте подрастает ребенок и скоро вырастет будешь дочку учить играть дартс и хочешь ли ты чтобы она стала тоже игроком даст или она вырастет папе отдашь нет на самом деле я и с супругой мы об этом уже разговаривали да потому что куда ты хочешь она пошла я говорю мы будем ребенка всячески помогать ему двигаться помогать ей двигаться в какой в каком-то направлении куда она хочет если будет интересен дартс почему нет по андротике нет но как-то сам со своей стороны давить я не буду не будет но это здесь зачем российском дартси мне такой человек который да ну потом 2 бывает такой да я согласен и ну и не знаю хорошо это плохо там если брать там все же я вчера дать и молодцы девчонки мне девчонки молодцы но вот давление со стороны у тебя не будет такого нет нет вот так нет не будет что я поставлю и давай кидать но будешь и вот она будет расти будешь ей давай кидать дрон почему мне должен всегда висеть захочет ой папа папа что это ну на кинь попробуй там может быть доску на пол поставлю до что кинула если понравится тебе я всячески буду помогать но заставлять не класс ну и конечно же мы не могли обойти тему предстоящего кубка мира и вообще турниров кубка мира который ты ездил давай мы вспомним твой первый турнир и последующий как тут на которых ты участвовал на именно кубки мира по бигиды 50 смотри потому что мне даже то что борис кольцов в паре с александром орешкиным выиграли тоже кубок мира да но по версии уже в бдф да да у нас александр выиграли 2017 в японии парный кубок мира по версии в дф в другом в дф в участиях на кубке мира педиси что имеется ввиду мои вообще участие в оборах или у меня конкретный такой вопрос 1 ты сейчас уже опытный игрок у тебя уже в голове четкий план я приезжаю на соревнования я делаю это ты приехал в первый раз один ну не один ты приехал там с игорем вдвоем другой был игорь а сыграть засох на сырье но это был не кубок мира это был чемпионат мира чемпионат я один участвовал да вот ты приехал на чемпионат мира вот ты как свой день распланировал ну смотри если брать этот первый турнир то я тебе могу сказать что и извини еще чем отличается подготовка именно так в армклее подготовка когда ты в первый раз приехал от того как ты сейчас уже долгий год и есть лишь первый турнир когда я поехал с игорем и засоховым дружининым это вообще была моя первая сцена вообще где-либо потому что у нас в россии как бы сцены начали применять буквально несколько лет назад может быть там год-два в этом году была сцена да в том году в питере не было сцены еще где-то мы там проиграли вот там во дворце в питере до турнир и вот это вот чувство какой-то сцены да не было поэтому это пугает немножко первый раз когда ты поднимаешься туда и ты не понимаешь вообще что происходит за тобой 8 7 10 тысяч болельщиков которые сечет и кричат все что-то хотят тебя а ты просто не понимаешь что они все кричат да это было немножко прям более знать первый раз жив-жим жив-жим до живу повезло очень сильно я выиграл свою первую игру сразу же на первой сцене да я обыграл японца хоруки как болели фра я видел там там тоже было очень жарко на сцене дальше а ты поймал себя на мысль вот ты вышел на сцену первой мысль или все как в тумане все как в тумане я вообще не помню эту игру вообще не помню честно тебе скажу пересматриваю там свою запись на ютюбе может быть там какие-то мелькают знаешь там что что у меня было вот прям сложить всю игру в голове вообще не помню и вторая игра вот с кевином пейтера в этот же день было да я прошел предварительно раунд супер на это выиграл ставится на второй проиграл второй выиграл потом проиграл для меня вот этот второй сет который выиграл меня прям вознес до небес и я сказал что я сейчас прям богу и потом меня немножко студии резко опустил до 5 до моих до моего уровня но если бы я сейчас играл туда и немножко по-другому к этому подошел немножко по-другому бы психологически морально да и технически подошел по-другому так как у меня не было такого опыта у меня да это все но все же в чем же вот подход того бориса кольцову 2000 14 14 год не и борисе кольцова восемнадцатого кода в чем разница вот именно так внутри более осознанно какой-то подход к тренировкам более осознанный подход к игре раньше вот я тебе прошу про почему говорил про кивина пейтера когда меня вознесло и я просто у меня все мысли улетели вообще в никуда вот у меня вообще прям слово такое ха ха хи хи да я вышел на сцену а сейчас у меня фокус есть на игре мне нет такого что то у меня может там как-то вы выбить из равновесия там крики в тот раз это было мне только то что вы кричите там отрикают кричали там издавать там отвечаешь сейчас это все более вот именно вот это мне сейчас как-то помогает да вот этот фокус фокус на игре тренировки я никак не менял на последнюю чемпионата меня тоже было очень нет именно там как-то ты особенно так сейчас я покушаю поем я столько сейчас я покидаю полтора часа на сколько раз отдельные зоны где вы из сторонника наблюдаешь с другими вообще игроками из особенностей их ну смотришь на других людей но не берешь себе какие-то особенности этих людей там знаешь такого что ты там бросал вот так посмотрел на него там как-то вот так бросает или вот так или отсюда такого нет у меня есть одно из правил ты не сотвори себе кумира ты должен сам потому что когда ты берешь себе кого-то камеры на ставишь себе какой-то потолок а когда ты сам хочешь добиться чего-то высокого да ты ставишь себе свой уровень а не человека которого ты взял собой кумир общаешься с кем-то с кем со всеми вообще со всеми на тем какие темы на разные отвлеченные вообще вот а на тему дарса что-нибудь это то же самое да как ты сыграл что ты за рассказывай рассказывает они какие-то может быть сетриевки нет нет вообще ничего не расскажите а ты спрашиваешь конечно сколько ты тренируешься как ты играешь что ты делаешь там у меня контакте в контракте прописано нет в основном так почему это все они не рассказывают потому что они же тоже понимают что каждый человек он индивидуально вопросу адротика почему почему 21 грамм стране 26 до это подходит и каждый человек он своя какая-то у него знаешь физиология склад тела там до мышцы как-то по-другому работают у кого-то рука разгибается до полность все вот это это чисто под каждого человека надо делать а вот поэтому я сейчас идем к тому чтобы настроить свою свой свой процесс подготовки свой процесс тренировок минут от себя где-то вставить там может быть какие-то упражнения там где-то какой-то легкий объектом на улице бьет опять приказа у тебя присутствует да немножко да пока в основном прикладной прикладной мы любим прикладные виды спора меня еще интересует вопрос твоего питания ты приехал вообще завтра чемпиона бориса кольцова ты как ты тебе все равно что есть или есть что-то такое особенное вообще как ты ты ешь днем и ведь тебя там не смущает что тебя полный желудок еды я понял твой вопрос да по поводу завтрака перед турниром нету такого прям чего-то что вот я ем вот именно вот это и вот это и вот это не приехал ты в гостинице там до один завтрак новости с другой завтрак ты кушаешь что тебе хочется в этот момент в чем себя не оставлю вообще ни в чем на время турнира от начала турнира до его конца я вообще ничего не ем вот так позавтракал хорошо тогда и завтракал опять же за какое-то определенное время до турнира это примерно надо выставлять где-то полтора-два часа для того чтобы тебя организм успел переварить все и у тебя не было никакой тяжести в твоем теле потому что почему я перестал есть на турнирах у меня был такой момент в начале своей карьеры когда мы доиграли турнир до полуфинала его остановили на перерыв на обед я пошел поел у меня тело сказало не братан сейчас не будем играть на виды спорта прям отдохнуть я вышел и дротик не мог докинуть до нужного сектора о чем здесь разговор и поэтому как-то для себя решил что надо кушать перед и после придет командный кубок мира и наверное самая большая победа которая у нас была на этом турнире это когда ты играл с александром орешкина саня привет такой вопрос когда лично ты почувствовал что мы можем австралию обыграть и же там был так то что начинал грунт саша саша он играл каландусом это кайло андерс со счетом 41 или 42 я уже не помню да там не было такого что там был решающий лэк у меня конечно же прилив эмоции прилив энергии я готов выйти саймона саймона кстати мы сейчас очень хорошо общаемся он не делает иголки и ставит на дротики там свои какие-то хендмейт хорошее общение с ним я прям выхожу на сцену думаю что сейчас все будет получаю пинок от своих этих мыслей до первых просто идеальный 12 давайте-ка сто тридцать восемь закрытия как сейчас помню а потом как-то давайте керосе в мишени и я не сплоть по ее я теряюсь да и установится счет 11 но в чем наш плюс саши очень долго играем вместе пару с 2012 года и с 2013 года вот мы уже сколько 7 лет подряд выигрывайте 14 15 16 18 18 19 7 лет подряд мы выигрываем чемпионат россии парня ну и множество других турниров и поэтому наш плюс в том что мы имеем играть пару профессиональные дартсмены вот эти вот игроки педиси у них нет такого у них один раз году вот этот турнир это один круг парня и если будет решающий базы и них нет вот этого знаешь долгого промежутка между бросками они кидают один за другим бам 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 у нас вот этот перерыв он есть как бы в наших наших сердцах и поэтому там да там просто все полетело все закрывалось и в итоге счет какой вот какой вот вы вышли играть пару да и так но момент наверно 2 0 когда стал счет я понимаю что у нас все летит и это надо просто лично у меня сложилось впечатление когда сашка за кого-то тогда вот тебя это вас подняло и все это можно полетел 140 140 там все это все залетало а что не хватило уже поясу да насколько я помню умение разложить свои силы выше играли уже на следующий день утром тут играли вечером соответственно маленький промежуток или вы не восстановились после этого вот я тебе о чем и говорю да это не умение правильно подготовиться к следующей игре как-то расслабиться нужным образом там да или что-то там ну короче отсутствие игрового опыта именно игрового то что я имею ввиду следующий раз вы проходите там да надеюсь это будет с лёжкой что ты поменяешь подготовки слушай на все будет зависеть от графика игры потому что мы играли с гонконгом тогда с вашей вместе мы играли в четверг соответственно пятница у нас был день отдыха и субботу мы уже играли с австралией четвертой 1 8 финал у нас было время для подготовки если мы сейчас будем также играть хорошо у нас будет время для подготовки если у нас будет маленький промежуток как он был после австралии свой сын да то это сразу же надо бежать номер ложиться спать отдыхать чтобы тебя тело все отдыхало мы же наши мы же сашей посидели немножко в зале еще посмотрели другие игры приехали домой поздно легли спать поздно встали рано может это на вид короче да это было все неправильно сформированный график подготовки к игре сейчас же это все уже будет намного намного по-другому более более точечно уже ты будешь знать что тебе нужно делать если вот так то вот так если вот так то вот так если сейчас если мы берем то что значит вы будете играть с 6 по 9 июля июня 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 да а есть какая-то сейчас особенность подготовки с лёшкой карточником хотите ли вы там я не знаю сыграть пару где-нибудь есть такая идея но в принципе нет такого мы слушаем они вытискали мы созваниваемся переписываемся давно решает руки говорите организационные вопросы но по поводу игры мы не общаемся знаешь это мы очень два сильных игрока если у нас у обоих в один момент начнется игра ту там мало не покажется главное чтобы она у обоих в один момент началась с кем хочется сыграть первую игру вы будете как вы будете 7 7 будут 8 команд ну и это топ который мировой там участвует англия голландия германия австрия австралия шотландия сейчас могу тебе перечислился порядка не надо раз нас выполнили люди могут посмотреть на интернете кто 7 кто не 7 там 32 страны с кем вот и стопов хотел бы сыграть ну если это будет вопрос и стопов то и стопа вообще без разницы в этом все силы там надо смех не нужно и желание именно желание как знаешь как с газ голландии мы уже играли с шотландии мы играли ну не мы же удвожение сборной россии до австралия играли с играми у нас остались в принципе небольшой рот он остался ну немцевыми не германия два молодых парня тоже хорошо с ними общаюсь австрия еще две команды научиться не дать почему швейцарцы отказались отвечать швейцарцы не отказались там получается так что кубок мира попадает команда которая на данный момент имеет одного или двух сильных игроков в швейцарии нет никого кто играет в педиси и где-то засвечивается там светится на каких-то турнирах до чтобы дали такую возможность латвия же потеряла свою путевку из-за того что разума и это другой нет латвия потерял разума латвиец разума отказался от кубка мира в какой-то год два и три года назад оттуда убрали поставили бразилию ну я очень рад то что сборная литвы будет участвовать до дариус ладно ускажем замечательный но ты спрашивал на каком языке с ним общаюсь мы с ним идеально разговариваем на русском он классно разговаривает общается дружелюбный общительный ну я его правда уже давно знаю с лёжкой ставите какие-нибудь себе цели сыграть сам главная самая главная цель да хорошо сыграть красиво сыграть если это будет красивая игра так вот как у вас в том году станция получилась на было красивая игра в плане того что там был напряг там было 4 4 это было интересно посмотреть закрытие 136 решающим войдет испанс у меня было 114 это было приятно смотреть в плане вот если человек там дартс только-только начинает смотреть ну как зритель когда надо но с моей стороны это было все отвратительно проиграли они шучу все было классно немножко не хватило розыгрыш булы опять же проиграли надо кидать центр как раз таки начинать тренировку то что я вам с лёжкой и желаю просто мы будем за вас болеть переживать относительно недавно вышел новый рейтинг пдс и и ты там засветился твои ощущения твои ну прокомментирует данную ситуацию первый русский игрок который попал в этот топ-лист но это все-таки переселить да это одна из одной из ответвлений этого рейтинга там есть общий рейтинг есть рейтинг полу про тура евро тура челлендж туры на которых я участвую там много разных ответвлений но ты самый главный все-таки рейтинг ну да сейчас это по евро туров за этот год если я попаду 16 меньше в этом рейтинге турия берусь без отбора у игры на чемпионат мира и соответственно у нас будет еще одна возможность что еще кто-то из россии отобрался отверстия сколько нужно войти в какое количество нужно войти вот смотри чтобы у нас еще была одна путевка там не нужно никуда там нужно мне войти надо тебе нужно там есть рейтинг годовой вот он один год и в общем идет двухгодовой оттуда берутся 32 сильнейших сразу же они отсеиваются в первый топ-лист тридцать два сильных человек потом следующие 32 человека берутся нужно попасть либо за два года 64 для того чтобы попасть ничего либо за один год в 32 наверно такой момент еще в этом году будет вот если брать лично который будет в конце девятнадцатого года вот эта история с тем что девушки тоже отбирается на этот чемпионат мира она будет продолжаться по моему никаких изменений не было чисто теоретически три человека которые могут поучаствовать в этом чемпионате ну и теперь мы таким перейдем блиц вопросом небольшим завершаем нашу с тобой очень интересную познавательную беседу первый вопрос как вот так три главные мечты здоровье благополучия моей семьи стать чемпионом мира и много денег три твоих главных правил жизни ну давай все таки правило переделываю заповеди да это уважается свою мать вторая заповедь у меня будет наверно и возведи себе кумира и третье наверно не завидуй класс ты лучше к виду отдыха диван хотя нет диван это наверно третье время времяпрепровождение со своей семьей там прогулки с дочерью с женой как-то отвлекает это 2 это охота рыбалка воздух там шашлычки ну и третье это прикладной три любимые вкусняшки я наверно мясо назову кому как эти вот это просто топ мясо морепродукты и сладости на какие сладости слушаю очень люблю наполевую сто лет его лично чем если он еще такой прям много крема пропитан и ты куда классно и три любимых города город ну есть город такой на острове сандарин называется и это прям очень красивое место мы там женой делаю свадебную церемонию для фотографа вторую свадебную церемонию поженились мы здесь второй город это наверно будет афины тоже в риции это самых старых городов на планете земля очень красивый город всем советую поехать посмотреть и третье назову москву это там где сложилась моя семья родилась моя дочка ну и последний вопрос кадрышников или орешки слушай ну если мне выбирать то конечно же сашем и ближе потому что эти люди уже говорил что у нас сыгранная пара да но и лёша я не могу списывать со счетов лишь очень сильный игрок поэтому это очень тоже хорошая но карточник и орешки все всей россии расскажи свое мнение честно саша орешкин конечно же все об этом я думаю знаю все но проблем с лишь у меня не будет мысли очень классно общаемся но я вам если ставить выбор жесткий то саш спасибо борис это было очень интересно спасибо 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 борис кольцов нам пришел не с пустыми руками тогда форме было предложено задать вопрос и за самый интересный вопрос а бориса кольцова будет приз борис пожалуйста что ты принес и кому ты подаришь свои подарки до из тех вопросов которые я сумел прочитать на дартс форуме потому что у меня нет контакте где-то уже говорил там может быть были какие-то другие вопросы заранее подготовился да и принес не один приз как я вначале говорил с тобой и не садимом принес два подарка первый подарок это будет полотенце компании или стал с моим своим личным автографом я его подарю передачи николая кольцову михаил за вопрос мои корни это стало интересно заняться и задуматься о своей истории да вот это будет первый подарок спасибо перед этим обязательно и второй вопрос задал алексей пилипенко по поводу того как уровень твой игры соперниками меняется или что-то в данном роде да то что как-то умудряешься играть сильно с заведомо слабыми соперниками да это тоже мне вопрос понравился на майка в которой я играл на чемпионате мира с моей личной подписью не самое на лучшее участие конечно было но все-таки какая-никакая память от меня алексей и я надеюсь то что на командном чемпионате россии ты лично выучишь этот подарок лишь я лично вручу эту майку да мы при этом поприсутствуем и порадуемся за лёху потому что очень ценный и приятный подарок все еще все борис спасибо большое за интервью